Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Это событие должно быть вот так вот, при солнечном свете, при открытом небе и потрясающей атмосфере. В Подмосковье в канун Красной Горки стартовал свадебный сезон. Посадим дерево, занашивайте дом. Уже традиционная акция «Лес Поведы» прошла в округе. О ней смотрите в сюжете. Навал мусора в лесу является нарушением правил санитарной безопасности леса. Почему образуются мусорные свалки и кто должен их убирать, расскажет наш корреспондент. Друзья, 100 килограмм в каждой руке поддержим! Ежегодный турнир «Мир Стронг Май» собрал атлетов из разных уголков страны. О нем узнаете в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В городском округе Люберцы прошла эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Ветераны, волонтеры, представители общественных организаций и трудовых коллективов высадили во дворах и скверах саженцы деревьев и кустарников. Одной из точек проведения акции стал Центральный парк культуры и отдыха. Мои коллеги наблюдали за всем происходящим. Три, два, один, путь! Десятая юбилейная акция «Лес Победы» стартовала под всплеск главного фонтана округа. В Люберцах запустили все декоративные водные сооружения. Весенний-летний сезон официально объявлен открытым. Для нас это ознаменует новый сезон работы наших парков, которых у нас достаточно много и которые открываются у нас постоянно. Но главным событием этого дня стала высадка молодых саженцев. Каждое дерево символизирует память о людях, подаривших мирное небо. Важно помнить своих предков и что они сделали для нашей страны. Они пожертвовали очень много своей жизнью, чтобы мы жили сейчас вот в такое мирное время. Для меня большая честь участвовать в этой акции. Мы сажаем дерево для того, чтобы вспоминать наших прадедушек, прабабушек. В каждой семье есть история и люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И для каждого это особый день. Для меня тоже. В патриотической акции присоединился ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы 1945 года Иван Пшеничкин. Лес Победы фронтовик сажает каждый год. Дерево сажать – это мы жизнь продолжаем для нашего будущего. Это моя победа, эта победа наша. Поэтому я пожелаю вам всем, молодому поколению, не ощущать того, что мы ощутили в свое время. Нина Григоренко сажает дерево в составе общественной организации «Дети войны память» и с нетерпением ждет самого главного для нее праздника – Дня Победы. Это такой самый лучший праздник в году. Мы его так чтим, мы всегда его упоминаем. Это же наши деды воевали, погибли. Это самый дорогой и лучший праздник. Несмотря на то, что во многих странах сейчас даже вспомнить своих отцов и дедов – уже подвиг. В России состоится акция «Бессмертный полк». Ей тоже, как и Лесу Победы, в этом году исполняется 10 лет. После двух лет ковидных ограничений 9 мая плечом к плечу пройдут те, кто победил в Великой Отечественной. И те, кто их помнит, те, кто гордится. Луиза Игия Зарян, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В канун Красной Горки в Подмосковье стартовал свадебный сезон. Ровно в полдень на 25 площадках одновременно зазвучал марш Мандельсона. Выездные регистрации браков прошли в парках, скверах и усадьбах Московской области. В городском округе Люберцы праздничной локацией стало Малаховское озеро. Владимир и Татьяна предпочитают активный отдых. Познакомились 8 лет назад в Крыму во время новогоднего похода в горы. Взаимная симпатия появилась сразу. Это событие должно быть вот так вот при солнечном свете, при открытом небе и потрясающей атмосфере. Любовь – это когда смотришь друг на друга и не нужно слов, ты всё понимаешь. Символично, что в этот же день в Московской области прошла акция «Лес Победы». Посадка деревьев состоялась и в парке Малаховское озеро, где Владимир и Татьяна связали себя узами брака. Своё первое фамильное дерево они посадили сразу после торжественной регистрации во имя мира, любви и в память о Великой Победе. Сегодня в честь нашей свадьбы мы решили посадить дерево, посадить новую жизнь. Надеемся, что дерево будет расти, как будет расти наша семья. Сегодня мы очень счастливы. Кроме молодожёнов, к патриотическому проекту присоединились и жители посёлка. Надежда Артамкина – малаховчанка в четвёртом поколении. Сажать деревья в её семье – добрая традиция. 60 лет назад мой дедушка сажал в этом парке деревья. Теперь сажаю я. А Валентина Васькова посадила дерево в память об отце – участнике Великой Отечественной войны. Теперь поводов гулять по любимому парку будет больше. Берегите лес. Надо перед каждым деревом преклониться. Каждое дерево посмотреть, как оно растёт. И обязательно я это дерево буду поливать, обязательно буду смотреть за ним, чтобы оно было красивое, здоровое и всех радовало. Для посадки деревьев в городском округе Люберцы подготовили 75 площадок. Уже третий год акция «Лес Победы» проходит под эгидой международной инициативы «Сад памяти», предложенной президентом России Владимиром Путиным. В Люберцах эколого-патриотическую акцию «Лес Победы» провели на 75 площадках. Жители округа высадили несколько тысяч деревьев и кустарников, а также оформили цветочные клумбы во дворах. Ученик 11 класса кадетской школы Даниил Щербина посадил рябину в память о своём прадеде, который служил в танковых войсках, освобождал Белоруссию. Для меня эта акция, как минимум, символизирует память о заслугах, подвигах наших предков, которые сражались за Родину, за наше настоящее будущее, за свою страну. Это дань памяти тем, кто защищал нашу Родину во все времена, в том числе и в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. Заслуженному военному лётчику СССР Владимиру Ялину почти 99 лет. На фронте он бомбил фашистов Белоруссии, Прибалтики и Восточной Пруссии. Дошёл до Берлина. День Победы встретил в Польше. «Мы сажаем каждый год ради кого? Да и тех, кто будет после нас жить». Возле дома 375 на Октябрьском проспекте тоже многолюдно. Жители окрестных дворов от мала до велика вышли во двор, чтобы принять участие в акции «Лес Победы». «Мы знаем цену этой Победы, мы знаем всё, что там связано. Мы всё-таки дети того поколения. Это самый лучший праздник для нашего народа. К сожалению, той страны нет, но праздник-то остаётся праздником. И там служили все. Не было семьи советской, чтобы у кого-то кто-то не служил, не воевал и не погиб. Поэтому для нас это большой праздник». На протяжении всех 10 лет существования акции Люберецкий городской жилищный трест принимает в ней активное участие. В этом году на всей территории обслуживания ЛГЖТ высадили 850 кустов и 100 деревьев. «Сажаем чебушник, пузыреплодник, из деревьев клен генала, ёлки, туи высаживаем. Ну всё, максимально стараемся подобрать те саженцы, которые менее прихотливые и более приживаются в нашем климате». За 10 лет к проекту присоединились более 2 миллионов человек. В Московской области её провели почти на 700 площадках – в лесных массивах, скверах, парках и жилых домах. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В акции «Лес Победы» принимали участие даже самые юные жители округа. В память о героях Великой Отечественной войны воспитанники детского сада «Журавушка» и дошкольного отделения гимназии номер 16 высадили цветы и кустарники. Подробности далее. «Здесь с любовью посадил я деревца, они напомнят мне деда и отца. Пусть все знают, на планете голубой где-то там вели незримый бой». Даша Литберг всего 5 лет, но она уже неплохо разбирается в садоводстве. Девочка чётко запомнила порядок действий при высадке растений. «Сначала берёшь леечку, поливаешь землю, потом сажаешь, закапываешь, потом снова поливаешь. Я сегодня посадила розу». Роза, сирени, петуньи, посаженные детскими руками, украсят двор журавушки. Более ста воспитанников детского сада номер 14 приняли участие в акции «Лес Победы». Воспитатели вместе с детьми устроили настоящий праздник с чтением стихов, танцами и другими творческими номерами. «Мы готовились очень серьёзно, были проведены беседы, потом забыли, рассмотрены люди радовы. Место солнца встают нас миром, верим об этом событии». «Сегодня я желаю, чтобы у нас все наши задуманные мечты по посадке и деревьев, и цветочков исполнились, и чтобы, самое главное, они прижились и радовали наших глаз». Поучаствовали в озеленении своего двора и воспитанники дошкольного отделения гимназии номер 16. Три старшие, три подготовительные группы высадили кусты спиреи и смородины. «Выкапывать землю, ямку, дерево сажать, закапывать его, поливать и удобрить. Растения нужно сажать аккуратно. Я дерево сожжу. День Победы». Весь год ребята занимаются в детской биолаборатории «Мироника». Изучают, как растут растения и как правильно за ними ухаживать. «На территории детского сада мы ежегодно что-то высаживаем. Первые годы прохождения акции у нас яблони были высажены, и каштаны мы высаживали. В этом году как раз кустарники решили. Даже наши родители и сотрудники выезжали в Подмосковье с автобусом администрации, и там принимали участие в этой акции». Акция «Лес Победы» впервые прошла в 2013 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Спустя несколько лет ее стали проводить и в других регионах России. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Для жителей Люберец теплая весенняя погода, сезон прогулок по паркам. А вот для сотрудников подрядных организаций – наведение чистоты. Зоны отдыха приводят в порядок после зимнего сезона. Что уже сделано в Наташинском парке и какие работы еще предстоят, расскажем в следующем сюжете. Наташинские пруды – один из самых посещаемых парков городского округа Люберцы. Кроме прогулочных тропинок, здесь аттракционы, точки общепита и площадки для массовых мероприятий. Большая зона отдыха требует постоянного внимания и ухода. Причем не только со стороны дворников. Чувствуется, что убирают, но сами люди, я поражаюсь, молодые сидят, нас щелкают и бросят. Для меня это просто возмущение не от конца. Сейчас в разгар весны в перечне обязательных работ уборка листвы, опиловка варийных деревьев, покраска ограждений и малых архитектурных форм. В ежедневном режиме вывоз мусора и влажная уборка территории. Также мы производили посадки деревьев. Порядка 50 деревьев было высажено. И в том числе мы будем продолжать в преддверии акции «Лес Победы». Также будем высаживать здесь деревья. А уже в следующем году Наташинский парк ждет масштабное обновление. Зона отдыха попала в государственную программу. На данный момент разрабатывают проектную документацию. Ее согласуют с жителями. Когда будут у нас какие-то предпроектные наброски, мы их выдадим в публичное пространство, чтобы жители могли ознакомиться, дать свои подсказки, пожелания. Все это будет учтено. Потом будет сделать проект. Это все в этом году. И в следующем году мы парк этот благоустроим. Реконструкция включит в себя замену плитки, расширение дорожек, обновление лавочек, освещение, установку новых архитектурных форм и входных групп. Весь комплекс работ придаст парку новый облик. Луиза и Гязерян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе приступили к ликвидации стихийных свалок в лесном массиве. Только за последнюю неделю на полигон твердых бытовых отходов вывезли более 300 кубических метров мусора. Кто должен убирать несанкционированные свалки и какая ответственность предусмотрена для нарушителей, узнали мои коллеги. Несанкционированные навалы различных отходов объемом более 5 кубов или площадью свыше 10 квадратных метров называют свалкой. Здесь, на территории Малаховского участкового лесничества, она образовалась более 15 лет назад на месте обмелевшего пожарного пруда. На площади 100 квадратных метров разбросан строительный мусор, покрышки, сухие деревья, пакеты с бытовыми отходами. По словам председателя правления СНТ «Березка», рядом с которым образовалась свалка, местные жители никакого отношения к ней не имеют. Нет, нет, с нашего СНТ. Сначала листья там вот это, чтобы то, что перегнивало, а то, что вот сейчас вот вывозят всякие пластмассовые ящики, окна какие-то все. Машины приезжают вечером и вываливают сюда. Ну вот мы пытались сфотографировать, но ночью трудно сфотографировать номер машины. И кто-то боится подходить близко. Мы сегодня приступили с подрядчиком к уборке одно из самых проблемных мест на землях лесного фонда в городском округе Люберцы, деревне Лукьяновка. Данная свалка образовывалась годами. Просто, к сожалению, муниципалитет убирать ее не мог. С января текущего года полномочия по ликвидации свалок с территории земель лесного фонда переданы органам местного самоуправления. В апреле с организацией СД «Авто» заключили договор. Восемь стихийных свалок в лесных зонах Малаховки, Краскови и поселке Мирном подрядчик уже ликвидировал. Мы ввозим мусор. Мы выиграли контракт у либеретской администрации. У нас заключен контракт с полигоном Тимоховским. Сейчас ручники начали вокруг очищать. Экскаватор и все остальное доработает. Отсюда вывезут более 250 кубов мусора. Его отсортируют и отправят на полигон. Территорию благоустроят и возьмут под видеоконтроль. В целях профилактики выявления и пресечения нарушений, связанных с образованием несанкционированных навалов мусора, земли лесфонда будут патрулировать сотрудники лесной охраны и полиция. Навал мусора в лесу является нарушением правил санитарной безопасности в лесах. В статье 8.31 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений предусмотрен штраф в размере от 500 до 5000 на физических лиц и от 10 тысяч до 500 тысяч на юридических лиц. Выписывать штрафы имеют право сотрудники правоохранительных органов и Росприроднадзора. Всего в границах Люберецкого округа на территории лесного фонда зарегистрировано более 10 свалок. Большая часть из них ликвидирована. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Управление транспорта и организации дорожного движения совместно с административно-пассажирской инспекцией сотрудниками линейного отдела полиции провели в Люберцах рейд, направленный на снижение травматизма на железной дороге. За время проверки пресечено более 20 нарушений перехода путей в неположенном месте. Здесь заметили было три травмирования. Я могу не упреждать, что вы хотите не подключить решение. Это есть проблема, они сами не внимательны. Я понимаю просто вас, информируя о том, что здесь опасная зона. Пока сотрудник линейного отдела проводит профилактическую беседу и напоминает об ответственности, вдоль железнодорожных путей ходят люди. Многие в наушниках. Поэтому звуковые сигналы проезжающих мимо электричек не слышат. За прошедшие четыре месяца здесь имелось два случая смертельного травмирования. Связано они прежде всего с тем, что, как видим, неподалеку находится платформа Ухтомская, которая оснащена надземным пешеходным переходом. Но люди пренебрегают своей безопасностью, либо прыгают с платформы, либо забираются на перрон платформы и не обращают внимания на подходящий к платформе поезд. Некоторые ходят этой дорогой не первый год. Сломанные ограждения железнодорожных путей работники РЖД восстанавливают еженедельно. Но местные жители менять привычный маршрут не хотят. В селении проводим режимы ограждения, но так как участки, в основном, где проходят народные тропы, они проходимые, люди это не останавливают. Систематически вмешиваются в работу железнодорожного транспорта и наше ограждение ломают. За нарушение правил перехода железнодорожных путей в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере 100 рублей. Такая сумма по карману вряд ли ударит. А вот печальная статистика в округе продолжает расти. С начала года 9 человек за свою невнимательность на железной дороге заплатили жизнью. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа Люберцы прошло заседание общественной палаты. Участники встречи обсудили план мероприятий, приуроченный к празднованию Дня Победы. Еще одним вопросом в повестке дня стало строительство школы в поселке Красково. Подробности в материале нашего корреспондента. День Победы отпразднуют в этом году масштабно. Впервые после ковидных ограничений акция «Бессмертный полк» пройдет в обычном режиме. Шествие с портретами героев-фронтовиков состоится в каждом поселке городского округа Люберцы. Также в этот день запланированы концерты и памятные мероприятия. Кульминацией праздника станет салют, который прогремит в 22.00 на нескольких площадках. Никто не отменял темы, связанные с онлайном. Это больше привлечены и задействованы учреждения культуры, учреждения образования, онлайн-форматы с детьми. Это различные акции, продолжение, как было в прошлом году. И они детям очень понравились. Это окна Победы, это чтение стихов от своих родственников, это письма Победы. Второй темой в повестке заседания стало строительство школы на 1100 мест с многофункциональной спортивной зоной в Краскове. С 1 марта изучением этого вопроса занималась рабочая группа, созданная при общественной палате городского округа Люберцы. Руководитель этой группы Елена Кончели зачитала заключение. Считаем, что в связи с существующей потребностью в поселке Красково, в общеобразовательных учреждениях, застройщику необходимо предоставить разрешение на строительство общеобразовательного учреждения на земельном участке с кадастровым номером 593. Администрации городского округа Люберцы поручить рассмотреть вопрос о содействии и контроле в организации схемы дорожного движения в данном микрорайоне после предоставления застройщикам схемы организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации общеобразовательного учреждения. Большинством голосов члены общественной палаты поддержали это заключение. В дальнейшем представители рабочей группы планируют обследовать зону строительства школы, совместно с жителями поселка определить места и количество компенсационной посадки деревьев. Уиза и Геазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На следующей неделе страна отметит главный исторический праздник. В Люберцах уже царит атмосфера Дня Победы. В округе чествуют ветеранов, проводят патриотические акции, устраивают торжественные встречи. Во Дворце культуры состоялся большой праздничный концерт. Жителей округа поздравили представители власти и лучшие творческие коллективы. В фойе Дворца культуры словно запустили машину времени и оказались в 1945 году, когда впервые прозвучало заветное слово «Победа». Заслуженному ветерану Роскосмоса Виктору Трантрову тогда было всего 4 года. Но он отчетливо помнит тот самый знаменательный день. «Это был грандиозный праздник. Погода была изумительная. Я в трусах, в майке, и нас на самолете катали, на машинах катали, мороженого угощали. Все бегали, целовались. Мама уткнулась в подушку и плачет. Я говорю, мамочка, что ты плачешь? День Победы. Говорит, День Победы, а папа твой в 1941 году под Москвой погиб. А ты на его место родился». Не зря 9 мая называют праздником со слезами на глазах. Победа досталась слишком дорогой ценой – жизнью 27 миллионов людей. Во время войны более 50 тысяч люберчан ушли на фронт. Почти 18 тысяч не вернулись с полей сражений. 77 лет назад майскими короткими ночами от Грюне закончились бои. «Этот месяц для ветеранов войны самый тяжелый, потому что невольно. Они говорят, где же вы теперь, друзья, однополчане? Боевые спутники мои, чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем меньше их остается». В этом году Совету ветеранов городского округа исполнилось 35 лет. На момент его создания в Люберцах проживало 12 340 участников Великой Отечественной войны. Сегодня осталось 54. «Дорогие ветераны, тыловики, фронтовики, те, кто восстанавливал разрушенную войной страну, День Победы – великий праздник, объединяющий нас всех. Мы гордимся тем, что можно встретить этот великий день вместе с вами». «Я очень признателен и от всех молодых людей говорю огромное спасибо вам за ваш труд, за вашу доблесть, за вашу честь. Желаю вам крепкого здоровья, всем вам желаю мира над головой». 77 лет отдаляет нас от Дня Победы, но радость от этого события до сих пор живет в сердцах людей. Для главных героев этого праздника и для жителей округа со сцены Дворца культуры прозвучали знаменитые песни военных лет, знакомые каждому поколению. «Ой, ты песня, песня Катевичья, Ты лети за ясным солнцем след, И в отцу плакать в гранище, А в отцу бездом и век». Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Леонид Серебренников, Владимир Высоцкий, Николай Расторгуев. Выступления этих известных артистов помнят стены Люберецкого Дворца культуры. В этом году знаковому учреждению исполнилось 60 лет. В честь этого события представители культуры городского округа приготовили праздничный концерт. Наш корреспондент расскажет подробности. Величественное здание с 8 колоннами и треугольным фронтоном, знакомо каждому жителю Люберец. Дворец культуры по праву можно назвать одной из главных достопримечательностей округа. Внутри не менее красивые помещения и залы. Сегодня здесь по-особенному праздничная атмосфера. Повод тоже особенный. Дворец, который становится площадкой проведения праздников и мероприятий, сегодня сам принимает поздравления. Визитной карточке Люберец исполнилось 60 лет. 60 лет для человека может быть большая дата, а для учреждения – это просто миг, который происходит сегодня. Но за этот миг в Люберецком дворце культуры произошло много знаковых событий. 30 сентября 1965 года здесь принимали первого космонавта Юрия Гагарина. В 1974 году советский поэт и бард Владимир Высоцкий дал один из своих первых концертов. После этого он выступал в Люберцах на протяжении 16 лет. Богатую историю дворца сотрудники культуры показали с помощью выставки и фотоальбомов. Каждая страница фолиантов, представленных на нашей выставке – это отдельный уникальный мир. Когда ты их листаешь, ты буквально видишь своими глазами прошлое, все то, что происходило, глаза всех этих людей, которые здесь были, а их были сотни тысяч. Мы начинаем! Сегодня Люберецкий дворец культуры – это комплекс, объединяющий пять учреждений. Его филиалы работают в разных частях города. В 105 кружках и секциях занимается более 1700 жителей округа. Конечно же, сегодня я хотел бы всех поздравить и люберчан, потому что на большой город Люберцы единственный дыкат, очаг культуры – это вот здесь. И понятно, что он устарел. Устарел с точки зрения физики, стен, архитектуры. Даю себе отчёт. Но мы дадим обязательно второе дыхание этому зданию, учреждению. Свои поздравления глава округа закрепил вручением почётных грамот и знаков отличия сотрудникам Дворца культуры. К нему присоединились депутаты Московской областной думы Игорь Кахан и Дмитрий Дениско. А виновники торжества в очередной раз выступили на главной сцене округа и подарили гостям яркие впечатления. Еще одно дошкольное учреждение городского округа отметило круглую дату. Детскому саду 17-20 новости исполнилось 60 лет. В честь юбилея сотрудники и воспитанники устроили праздничный концерт, на который пригласили и нас. Воспитанники детского сада с необычным названием «Новости» отмечают в день рождения именинника особенный и дата круглая. Сегодня ровно 60 лет, как двери этого учреждения впервые распахнули для маленьких жителей Малаховки. Для воспитателя Елены Куличковой юбилей детского сада как личный праздник. Здесь она работает уже 18 лет. До этого я работала в Малаховской 46-й школе, учителем начальных классов. Потом перешла в детский садик, в коррекционную группу логопедическую. И вот по сей день работаю в этой группе. Когда мне было 17 лет, я еще не знала точно, что да, вот именно туда я должна идти. Но потом со временем поняла, что это все-таки моя дорога, мой путь. На празднике, посвященном 60-летию сада, Елена Владимировна оказалась в числе награжденных сотрудников. От имени главы городского округа Люберца ей вручили знак отличия за доблестный труд. Слаженную работу коллектива дошкольного учреждения отметили также депутаты и представители управления образованием. Детский сад 17-20 отличает не только то, что здесь собрались люди, которые любят свою профессию, обожают детей, которые отличаются стабильностью своего педагогического коллектива. Но эти люди еще и умудряются, какое время, где они находят его это свободное время, заниматься наукой. Разрабатывают методические пособия, которые пригождаются и применяются на уровне всего региона. Детский сад 17-20 открыла для своих сотрудников агентство печати «Новости». Отсюда и его название. Тогда дошкольное учреждение работало в круглосуточном режиме. Сегодня детский сад «Юбиляр» по праву считается одним из передовых. В прошлом году он вошел в реестр 100 учреждений образования Московской области по реализации регионального проекта «При-Скул». Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева открылся стадион на территории школы номер 51 в Томилине. Теперь в определенные часы любой желающий может заниматься здесь физической культурой. Подробнее далее. Максим Разов принимает участие в торжественном открытии стадиона. Несмотря на свой юный возраст, 8 лет, он ловко справляется с футбольным мячом. Я очень ждала этого открытия стадиона, потому что тут огромное поле и тут можно много заниматься. Я буду проходить, я тут буду играть в футбол. Теперь Максим и другие ученики 51-й школы смогут здесь заниматься спортом не только со своими одноклассниками, но и с родителями. Согласно губернаторскому проекту, при образовательных учреждениях обустраиваются спортивные объекты общего пользования. Будем посещать стадион всей семьи. В прошлом я КМС по лёгкой атлетике и в баскетбол играла. У меня супруг тоже спортсмен, футболист. А теперь мы всей семьей будем входить сюда, рядом с домом. Новый стадион построен по народной программе «Единой России». Она сформирована на основе пожеланий жителей в период выборной кампании 2021 года. В наших микрорайонах, особенно в новых, строятся новые школы, современные. При такой школе должен быть стадион и такое спортивное ядро. Поэтому стадион, всевозможные площадки, воркаут, баскетбол, волейбол, беговые дорожки – здесь всё это есть. Ежедневно с 6 до 8 утра и с 15 до 22 стадион доступен жителям микрорайона. В прошлом году открыто 3 таких стадиона. На этот год запланировано открытие ещё 15. Дмитрий Гринчев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – это нормативная основа физического воспитания. Учащиеся старших классов школы «Люберет» сдавали нормы ГТО на стадионе «Торпеда». Подробнее в нашем сюжете. Индир Женбекова стреляет из пневматической винтовки впервые. Её результат – 15 очков из 30. Девушка учится в 10 классе 16 гимназии. Дополнительные баллы за сдачу норматива в ГТО помогут ей в следующем году поступить в ВУЗ. Это моя первая попытка была. Было волнительно, но я справилась. Я спортом не занимаюсь, только в рамках физкультуры. Также впервые сдаёт нормы ГТО и десятиклассник инженерной школы номер 6 – Джаник Саркисян. Молодой человек увлекается спортом, занимается боксом. Пока легко. Это первый норматив. Дальше посмотрим, как пойдёт. Просто посмотреть, на что физически я подготовлю. На что моё тело способно. Есть вероятность, что ГТО поможет мне поступить в ВУЗ. Сегодня старшеклассники сдают стрельбу из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда и бег. На 2 километра для девочек и на 3 для мальчиков. Сегодня традиционно мы в мае месяце проводим сдачу нормативов в ВСК ГТО для старшеклассников. Для них это необходимая, я считаю, история, потому что золотой знак в ВСК ГТО даёт от 1 до 10 баллов преимущество при поступлении. Некоторые высшие учебные заведения без знака ГТО даже не принимают документы. В сдаче нормативов в ГТО приняло участие более 100 старшеклассников со всех школ Люберецкого округа. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 1 мая в Люберцах состоялся ежегодный турнир по силовому экстриму «Мир Стронг Май». В нём приняли участие спортсмены из пяти регионов России. Тему продолжат мои коллеги. Друзья, 100 килограмм в каждой руке. Поддержим! 200 килограмм несёт ответ! Евгений Штырков выполняет упражнение «Прогулка фермера». С весом 200 килограммов нужно пройти 20 метров. Атлет из Новомосковска, мастер спорта по жиму лёжа. Последний год спортсмен пробует себя в силовом экстриме. Примерно пятый турнир. Пока ещё учусь побеждать. Прямо глаза горят от всего этого. Хочется делать незрелищно и самому очень нравится. Каждый раз, каждый турнир – это прям вызов. Каждый раз, как минимум, какие-то личные рекорды. Турнир по силовому экстриму «Мир Стронг Май» проходит в Люберцах третий год подряд. В этот раз в нём принимают участие спортсмены из Пензы, Тулы, Белгорода, Москвы. Атлеты выполняют силовые, статические упражнения и эстафеты на время. Данный вид спорта является, ну, можно сказать, нестандартным. Здесь нужна подготовка не только физическая, но и беговая. В рамках праздника проходит состязание из пяти этапов и шестой этап перетягивания автотранспорта. Организатор соревнований – Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы. Проект создан для популяризации здорового образа жизни и привлечения молодёжи к спорту. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» завершились всероссийские соревнования по боксу российского физкультурного спортивного общества «Спартак». В нём приняли участие более 20 люберецких спортсменов. Подробнее в нашем сюжете. Юный боксёр из Москвы Всеслав Степанов одержал победу на всероссийских соревнованиях по боксу в весовой категории до 40 килограммов. Это не первый турнир Всеслава. Всего спортсмен провёл 65 боёв, в которых одержал 60 побед. Меня отвёл на первую тренировку мой папа. Меня это заинтересовало и теперь я занимаюсь 4 года. Мне нравится ловить кураж. Любой мужчина должен уметь за себя постоять. Турнир посвящён памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. В этом году в нём приняло участие 211 спортсменов из 29 субъектов Российской Федерации. Возраст боксёров 13-14 лет. Данное соревнование проходит у нас уже в Люберсах 27-й раз, а это 27 лет, это больше четвертой века. Действительно насыщенный турнир. Большое количество боёв было проведено ребятами. Многие ребята во многих весах провели 5 боёв. Спортсмены выступали во всех 16 весовых категориях. Люберецкий боксёр Эрик Саркисян одержал победу в весовой категории 60 килограммов. Победителю турнира представит спортивное общество «Спартак» на первенстве России. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин